Друзья, всем привет! Всем привет! Сегодня у нас урок физкультуры. Планируем осушить наш участок от этого болота и сделать основание под наши будущие дорожки. Да, предыстория это видео такая. В мае начался дождь и закончился он в июне. Вот, собственно, весь секрет. Я серьезно, друзья, я на эту дачу езжу с самого детства и я никогда ни разу такого не видел. Здесь то, что нас затопило, это ничего не сказать. Здесь самые настоящие ручьи были и сейчас нам нужно это все будет исправить. Да! Мы пока, друзья, еще не знаем, какое у нас будет финишное покрытие. Скорее всего, это будет либо тротуарная плитка, либо плитка, которую мы сделаем своими руками, либо мы сделаем просто деревянный настил. Такой же, который мы делали вон там вот перед нашим крыльцом. Но сегодня мы будем делать только основу. И давайте начнем. Начинаем как раз с разметки. Размер нашей будущей дорожки будет 80 сантиметров. Это самое идеальное число. Во-первых, любая тачка, любая тележка пройдет. Во-вторых, даже если в будущем мы сделаем все-таки тротуарную покупную плитку, покупная плитка размером 40 на 40. Она тоже прекрасно здесь встанет. А самое главное, мы сейчас постараемся все сделать по уровню и шнурку нужно натянуть максимально правильно, грамотно и ровно. И все, давайте, поехали, начинаем копать. Это то самое, ради чего мы сегодня приехали на нашу дачу. Редактор субтитров А.Семкин Снимаем плодородный слой грунта. Так как у нас достаточно кривой участок, то начали мы копать от половины штыка, закончили полутора штыка. Получившуюся канаву мы утрамбовываем, выравниваем, и теперь займемся опалубкой. А опалубка будет из дюймовки, которую мы еще в прошлом году обработали огней биозащитой. Конечно, после зимы неплохо бы еще отработанным маслом сейчас обработать доски, но так как у нас его нет, то закапываем прям так. Снимаем плодородный слой грунта. Ну и давайте, друзья, переходим к самому интересному. Теперь нашу канаву нам нужно будет застелить геотекстилем. Что такое геотекстиль и для чего он нужен? Геотекстиль это ландшафтный разделитель. В нашем случае мы используем 150 геотекстиль. Он нужен для того, что мы сейчас на него высыпем песок, и если бы его не было, то наш песок просто-напросто ушел бы со временем в землю. Так же, как и наш щебень, который тоже со временем бы просто провалился под землю. Мы бы его просто затоптали. А геотекстиль не даст этому всему случиться. Геотекстиль прекрасно пропускает воду, и поэтому у нас будет еще, помимо всего, еще и эффект небольшого дренажа. Вот, собственно, зачем и нужен геотекстиль. Ну что, друзья, вот и все. Настала очередь песка. Берем тачки в руки, лопаты в руки и поехали засыпать. 100 хода к минимуму сделать нужно. Это точно. В нашем случае песок будет играть двойную роль. Во-первых, мы сейчас им выровняем нашу канаву, а во-вторых, может быть, песок нас спасет от будущего морозного пучения, и наши дорожки прослужат не один год. Субтитры делал DimaTorzok А чтобы вода в бассейне оставалась прозрачной на протяжении всего купального сезона, мы используем обычную перекись водорода для бассейнов. У нас бассейн объемом примерно 2,5 куба и 1 литра перекись нам хватает где-то на месяц. Наконец-то у нас наступил вечер. Сказать, что мы задолбались, это ничего не сказать. Мы уже сбились со счета, сколько тачек в земле мы отсюда вывезли и сколько тачек песка мы сюда привезли. Поэтому давайте отдыхать уже. Давайте. Блюдо, друзья, которое мы сегодня будем готовить, мы делаем первый раз. Этот рецепт вышел на канале Сеня в деле буквально несколько недель назад. Я не знаю, я понимаю то, что повторюшка дядя Хрюшка, конечно. По имени Индюшка. Да, но когда я смотрел его видео, я просто смотрю, и я понимаю то, что я хочу это попробовать. Это так, блин, зараза, должно быть вкусно. Ну вот, давайте попробуем. А сегодня мы готовим свиные ребрышки в кляре в казане на костре. И для этого нам потребуется... Собственно, сами свиные ребрышки, соевый соус, копченая паприка, соль, перец, сижонская горчица, тростниковый сахар. А для кляра нам потребуется очень много подсолнечного масла и мука. Да, зожники и ппшники, проходите мимо. Мясо мы нарубили на порционные кусочки, и теперь его нужно промариновать. Маринуется это очень быстро, и для маринада нам понадобится 200 миллилитров соевого соуса. Три большие ложки с горкой тижонской горчицы. Лучше использовать русскую, но, честно говоря, я русскую горчицу есть не могу. Для меня это очень жестко. Столовая ложка тростникового сахара с горкой. Копченая паприка, молотый перец и соль по вкусу. Соевый соус и так соленый, поэтому соли будем добавлять совсем немножко. И все, оставляем на 20 минут в холодильнике. Начинаем заниматься панировкой. Панировка вообще самая элементарная. Нам потребуется, по сути, мука и все. Прямо кекси. Это классно. Это очень вкусно. Я даже не знаю, что вкусать. Приготовься, пожалуйста. Ну что, друзья. Вот у нас уже настало утро. Ночью у нас прошел достаточно такой нехилый дождь. Это очень хорошо. Наш песочек конкретно, так сказать, промочило. Его так конкретно примяло. Прибило водой. Это здорово. Все, давайте, время щебня. Начнем засыпать щебень и выравнивать нашу дорожку. Есть мнение, что по колотому щебню ходить нельзя. Но мы ходили по нему и в валенках, и в галошах, и даже в балетках. Ноги на месте. Развенчивый мифор. Теперь давайте наведем порядок в нашей зоне барбекюшки и, наконец-то, займемся нашим палисадником. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Друзья, давайте поговорим о минусах. Мы свои видео с Юлей записываем не для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы поделиться. И минусов в нашей дорожке сегодня два. Первое – это щебень, и второе – это геотекстиль. Я думаю, что вы уже заметили, что мы используем самый обыкновенный щебень. Это немытый колотый щебень 20х40, и такой щебень, к сожалению, не самый лучший вариант для дорожек. Для дорожек в идеале гранит, а еще лучше, конечно же, асфальтовая крошка. На нашем карьере ничего подобного не было, и нам пришлось довольствоваться только тем, что есть у нас сейчас. А вам, как говорится, погуглите эту тему, не знаю, почитайте. Если есть, конечно, возможность, закажите что-нибудь получше. Что касается геотекстиля, здесь не все так просто. Лично мое мнение, что геотекстиль – это идеальный вариант для дорожек, потому что он пропускает воду, будет дополнительный дренаж. Но большинство самостройщиков и дачников делают еще проще. Они используют самый обыкновенный рубероид, либо самую простую пленку, которую оторвали от старого парника. Здесь на самом деле палка о двух концах. С одной стороны, да, пленка и рубероид – это хорошо, потому что это не пропускает воду. Но с другой стороны, это и плохо, потому что это не пропускает воду. Плюс рубероида и пленки в том, что они не пропускают воду. И это очень хорошо, если делать дорожки из цемента, потому что цементу нужно время, чтобы их схватиться. Минус такой системы – это то, что вода никуда не будет у вас деваться. И у вас получится в итоге потом, через год, через два, банально подземный ручеек, который будет идти вдоль этой дорожки, которая, может быть, у вас будет уложена не по уровню. Нам такая тема не нужна, потому что для нас красота – это второстепенный вариант. В первую очередь нам нужно избавиться от этого болота, поэтому нам нужен геотекстиль. Он отлично пропускает воду, и дополнительный дренаж нам ни в коем случае не повредит. А так решать только вам. Все, друзья, спасибо, что досмотрели до конца, и всем пока! Пока всем! Пока! Мы реально подолбались, это просто пипец какой-то, а! Большинство дачников и самостройщиков используют вместо геотекстиля самые обыкновенные рубероиды, либо самую обыкновенную плетку... Плетку! Большинство дачников, Юля, используют плетку, между прочим! Да! Либо просто пленку от парника, либо теплицы. Зачем они это делают, их понять очень легко. Если в будущем мы будем делать тротуарную плитку своими руками из бидона... Да что такое-то, блин, а? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Продолжение следует...